Сейчас у нас есть замечательная возможность пообщаться с Дмитрием Снегиревым, военно-политическим экспертом, и детально обсудить ситуацию. Дмитрий, здравствуйте, громадное спасибо, что нашли время, рады вас видеть. Приветствуем. Рад видеть, доброе утро. Ну и первый вопрос. Сейчас очень много разговоров относительно, много информации относительно ситуации в самом городе Бахмут, на бахмутском направлении. Мы в эфире телеканала Freedom всегда даем последнюю, проверенную на самом деле информацию. Расскажите, пожалуйста, какая обстановка по состоянию, как говорится, на сейчас в Бахмуте и поселках, городах, ну вообще вот на этом направлении фронта, на бахмутском направлении. Это очень важно. Давайте начнем с того, что ситуация тяжелая. Мы будем называть вещи своими именами, но ситуация контролируемая. Оккупанты не оставляют попыток прорваться в Бахмут с трех сторон. Идет одновременный удар северо-юга и, соответственно, непосредственно в городской черте Бахмута. Давайте по направлениям удара. Пытаются взять под контроль линию Хромовая Богдановка с целью взять под контроль трассу Бахмут-Часов-Яр. Наиболее ожесточенные бои в данном районе. Для чего это так называемый фланговый хват украинских позиций. Пытаются отрезать гарнизон украинских военнослужащих от, соответственно, материально-технического обеспечения. То есть проведение ротации личного состава, подвоз БК и вывоз пораненных. Второе направление. Это опять-таки с района Ивановского пытаются взять под контроль вторую стратегическую трассу Бахмут-Константиновка. Есть определенное продвижение, но контратаки вооруженных сил Украины позволили оставить за вооруженными силами Украины данную ключевую трассу. Расстояние до трассы за разными оценками это от 700 до километра. То есть можем говорить о том, что трасса фактически находится под огневым контролем. Но вместе с тем локация гарнизона вооруженных сил Украины сохраняется. Теперь по боям непосредственно в самом Бахмуте. Бои идут в районе так называемой промки. Завода по переработке цветных металлов. Стратегическое предприятие, которое имеет разветвленную сеть подземных коммуникаций, бункеров, бомбоубежищ. Поэтому не случайно, я обращаю внимание, применение оккупантами фосфорных боезарядов. Причем давайте говорить о том, что применение фосфорных боезарядов не случайно совпадает с другой беспрецедентной акцией российских оккупантов. Это моментом сбития американского беспилотного летательного аппарата над Черным морем. То есть таким образом Российская Федерация идет ва-банк. То есть искусственно повышает ставки. С одной стороны показывает возможность конфронтации с Соединенными Штатами. С другой стороны фактически кидает вызов цивилизованному сообществу, применяя фосфорное оружие непосредственно в городской черте. Следует отметить, что кроме фосфорного оружия оккупантами активно применяются тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Санцепек». Это термобарическое оружие, которое выжигает все живое в радиусе до двух километров. И плюс система дистанционного управления УР-77, так называемый «Змей-Горыныч» и УР-07 пересортится. Эти системы используются не за прямым функционалом. То есть не для разминирования минных полей, а для создания вакуумного взрыва. То есть фактически тотального разрушения жилой постройки. Опять-таки давайте говорить о том, что в Бахмуте, к сожалению, осталось определенное количество мирных жителей. За разными оценками от трех до пяти тысяч. Поэтому применение перечисленных мною видов вооружения российскими оккупантами – это осознанный акт международного терроризма. То есть данное оружие фактически не дает шансов выжить именно мирному населению. Вооруженные силы Украины готовы к применению подобных видов вооружения. Тем более это не первый прецедент их применения. Аналогичные факты были зафиксированы и в Попасной, и во время штурма Мариуполя и Северодонецка. Теперь по Бахмуту. Почему в украинское общество начали активно вкидываться информации о целесообразности, либо нецелесообразности боев в Бахмуте? Объясняю. Бои в так называемой промзоне, где активности российских средств поражения – это ствольная артиллерия, реактивная артиллерия – сведены фактически до минимума за счет вот как раз этих поразветвленных коммуникаций подземных и бомбоубежищ. И, соответственно, потери оккупантов в личном составе, они возросли в арифметической прогрессии. Понимая, что военным путем выдавить вооруженные силы Украины с занятых позиций фактически невозможно, а кроме промки – это район высокоэтажных построек, то есть это не частный сектор, не забахмутка, это совершенно другой характер уличных боев. Оккупанты развернули беспрецедентную информационную кампанию в украинских СМИ, в том числе. Пытаются поставить под сомнение целесообразность пребывания гарнизона вооруженных сил Украины и, соответственно, легитимность принятых решений военным и политическим руководствам нашей страны. Тем не менее, Бахмут держится. Еще раз подчеркиваю, несмотря на все усилия оккупантов и частичные успехи на двух направлениях, гарнизон вооруженных сил Украины исполняет важнейшую функцию – фактически обескровливание личного состава оккупационных войск. И не случайно сообщение уже британской стороны о том, что только за время боев в районе Бахмута потери оккупантов составили порядка 30 тысяч личного состава. Вот это ответ на тот риторический вопрос, а стоит ли держать Бахмут и есть ли целесообразность дальнейших оборонных боев в данном населенном пункте. Одно дело – это сдерживание оккупантов, другое дело – это контрнаступление, контрнаступление, которое должно в любом случае состояться, поскольку в результате этого контрнаступления будет освобождена украинская территория. Теперь, как вы считаете, какова вероятность, что именно на Бахмутском направлении и будет это контрнаступление? Сейчас просто гипотетически рассуждаем. Гипотетически мы можем рассуждать, основываясь на российских СМИ, заявления российских военных преступников о том, что в районе Бахмута сосредоточены 4 бригады вооруженных сил Украины и в соответствии отсутствия оборонительных сооружений у российской стороны может привести к катастрофическим последствиям для страны-оккупанта. Кроме этого, давайте говорить о том, что гипотетически возможность контрнаступления вооруженных сил Украины рассматриваться и на других участках фронта, в том числе на Угледарском. Не случайно визит министра обороны страны-оккупанта на угледарское направление был с целью инспекционной поездки, проверки фортификационных сооружений, то есть оборонительных сооружений. Ни о каком наступлении, успешном характере наступления уже речь не идет. Причем Министерство обороны страны-оккупанта подчеркивает, на фоне возможного контрнаступления вооруженных сил Украины. То есть Министерство обороны Российской Федерации признает возможность контрнаступления вооруженных сил Украины. Кроме того, давайте говорить о том, что оккупанты рассматривают запорожское и херсонское направления как потенциальное направление для прорыва вооруженных сил Украины для оккупации двух областей. Поэтому, как говорится, у россиян будет много приятных сюрпризов в моменте того, откуда именно будет нанесен удар вооруженными силами Украины. Ну вот пусть таких как раз сюрпризов для них будет как можно больше. Еще буквально одна реплика. Давайте вспомним. Заэкономист четко подчеркнул, залуженный не дал втянуть себя в российский капкан в моменте утилизации наиболее вооруженных сил Украины в районе Бахмута. Это оценка работы украинских военнослужащих, профессионализма и, соответственно, оперативного управления войсками. Спасибо большое. Спасибо. Дмитрий Снегирев, военно-политический эксперт, был с нами на прямой связи.